Янтарь, хоть и не драгоценный камень, но своей уникальной красотой покорил многие великие цивилизации. Он славится лечебными свойствами, а еще является своеобразным свидетелем величайших катаклизм и чудес Земли, летописцем ее истории. Пожалуй, одно из самых красивых, редких и необычных явлений палеонтологии – инклюзия, замирание жизни в янтаре. Благодаря уникальным свойствам самоцветов представители флоры и фауны доходят до нас сквозь миллионы лет в своем первозданном виде. Убедиться в этом лично сейчас можно, посетив экспозицию, которая открылась во дворце Румянцевых и Паскевичей. Выставка «Доисторические насекомые в янтаре» в Беларуси представлена впервые. Она демонстрирует представителей фауны, которые жили на нашей планете 40-50 миллионов лет назад и застыли в самоцветах. Инклюзия – огромная редкость. Она встречается в одном камне на тонну добытого янтаря и стоит тысячи долларов. Во дворце Румянцевых и Паскевичей разместилось 30 инклюзов – в стеклянных пирамидах, оснащенных специальной подсветкой и системой линз. Только так можно детально рассмотреть жуков, пауков, термитов и других древних насекомых, дошедших до нас в янтаре. А в Гомельском областном музее военной славы открылась выставка артефактов времен СССР. На стендах – часы, телеприемники, документы, фотографии ушедшей эпохи. Особое внимание денежным купюрам разных периодов существования Советского Союза. Яркий акцент сделан и на духи, которые когда-то были очень популярны у советских женщин. Отдельное место отведено часам. Их на выставке не один десяток. По словам автора и коллекционера Валерия Гримашевича, часы – это время, которое необходимо ценить. И сама выставка – словно своеобразная машина времени, которая будет работать до 11 ноября. А в Центральной городской библиотеке имени Герцена тем временем открылась выставка интуитивной живописи «Космос сердца». Ее автор – известная гомельская художница, картины которой выставлялись в разных странах мира – Светлана Колоскова-Чеплинская. Интуитивная живопись – это своеобразное средство спонтанного творческого самовыражения, которое не предполагает определенных правил и канонов. Все, что нужно автору – довериться своим чувствам, ощущениям, восприятиям и собственному внутреннему миру. На выставке в Гомеле представлено около 20 работ Светланы Колосковой-Чеплинской, повествующих о путешествиях души и творческого сознания мастера, и наполненных яркими образами, которые дают свободу фантазии зрителям. Гомельская областная филармония на уходящей неделе торжественно открыла новый концертный сезон. На сцене общественно-культурного центра развернулся невероятный по красоте и зрелищности праздничный вечер, который объединил все творческие коллективы и учреждения. В большом концерте приняли участие и приглашенные российские артисты. В программе звучало музыкальное наследие отечественных и зарубежных композиторов, духовная классика, лирические романсы, популярные эстрадные и народные композиции. Все, чей можно удивить, впечатлить и порадовать публику. Артисты Гомельской областной филармонии подарили зрителям по-настоящему грандиозное шоу, вдохновленное фантазией и мечтой. Чем порадует следующая неделя, расскажем прямо сейчас. В Гомельском дворце культуры железнодорожников состоится вечер органной музыки. Главное действующее лицо – дирижер, композитор, певец, лауреат международных конкурсов Валерий Шмат. Его концерты – это яркие, незабываемые путешествия в историю стран, эпох и жанров, с которыми неразрывно связан величайший король инструментов – орган. Музыкальный вечер будет проходить в сопровождении артистов камерного хора Гомельской областной филармонии под управлением заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Елены Соколовой. А тем временем во дворце культуры Металлурга в Жлобине на следующей неделе состоятся концерты, посвященные Дню Матери. Нежные и ласковые самые и о чем мечтают мамы. Музыкальные программы вберут в себя проникновенные душевные композиции, демонстрирующие только самые нежные и трепетные чувства. С наиболее интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».